Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам продолжить наш разговор о психологическом иммунитете. Я бы хотела вам рассказать об удивительном исследовании, которое выполнила социальный психолог из Хьюстонского университета Брин Браун. Она исследовала такую черту, как резильентность или психологическая упругость, то есть способность людей быстро восстанавливаться после серьезных психологических трудностей или стресса. Образно эту черту можно сравнить с резиновым мячиком. Если мы бросим стеклянный мячик, а твердую поверхность, то он расколется или натреснет. Если мы бросим резиновый мячик, а твердую поверхность, то он отскочит, и с ним ничего не произойдет. Также и люди, обладающие высокой резильентностью, проходя через трудности, сохраняют способность заботиться о себе, заботиться о других и вырастают через трудности. Брин Браун задалась вопросом, что объединяет таких людей и что отличает их от других людей. Она выделила ряд черт, и самой главной и обязательной чертой среди этих людей была духовность. В своем исследовании Брин Браун определяет духовность как глубокую связь с высшей силой, основанной на любви и участии, а также чувство общности с другими людьми через эту высшую силу. То есть речь идет о глубокой связи с Богом и о глубокой связи и о чувстве общности с другими людьми через Бога или в Боге. Не все резильентные люди, которых она исследовала, были религиозны. Были такие люди, кто не ходили в церковь, а просто молились во время рыбалки. Но все они определенно обладали внутренней духовностью и чувствовали глубокую связь с окружающими их людьми. И что интересно, что это очень хорошая новость для нас, так как понятно, что это психологическая упругость, не какой-то дар, который у одного есть, у другого нет. Это во многом зависит от нас самих, от нашего выбора, потому что наша духовность и степень духовности — это то, что от нас зависит, и то, что мы выбираем. Также огромную роль духовности, раскрывая другие исследования, Одно из самых недавних было о том, что люди, которые ходят в церковь, регулярно посещают литургию, церковные собрания, оно проводилось на Западе, они намного реже испытывают депрессивные и тревожные расстройства, и также их качество жизни выше, чем людей не церковных. Исследователи задали с вопросом, от чего это зависит. Может быть, церковные люди просто получают больше социальной поддержки в церкви, или, может быть, они склонны отвечать на вопросы анкеты определенным образом, или все-таки это какие-то внутренние факторы. Результатом исследования было то, что более сильное психическое здоровье, более крепкое психическое здоровье, как минимум отчасти, а может быть и почти полностью, зависит от того, что можно назвать внутренней духовностью, то есть от того, как люди стараются жить по своей вере в каждодневной жизни. На этом сегодня всё. Буду рада вашим вопросам и комментариям. До следующих встреч! Субтитры создавал DimaTorzok